Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Новая волна коронавируса замуровала нас в своих домах, но… Работать теперь можно не только онлайн, но и в 3D. Мы все больше становимся похожими на детей. Перехожу сразу к концу скринкаста. Вот так примерно может проходить ваше совещание. А представьте теперь, что вы общаетесь с начальником и начальник у вас, например, Дерибаска. Итак, поехали. Комната создается в один клик. Ну, некая стандартная комната, потом антураж можно поменять. Называется это выбор сцены. И вот такая у нас рождественская обстановка. Уже, мне кажется, можно. Уже, мне кажется, скоро. И выбор аватара. Не будем долго заморачиваться. Пусть будет лисенок в зеленых очках. И зовут его Дабир. Конечно, в очках виртуальной реальности здесь, наверное, совсем хорошо, но у меня их нет, поэтому компьютер. Компьютер тоже нормально. И в IT. Все. Мышкой мы вращаем камеры. Управление здесь либо стрелками, либо стандартные WASD. Стандартные игровые клавиши. Но только в английском регистре. Мне кажется, надо осмотреться и пока я буду осматриваться, скажу, что вот совсем не могу понять, востребовано это как рабочий инструмент или нет. То есть идея, конечно, предельно забавная, но имеет ли смысл проводить совещание в таком формате для меня пока загадка. Поэтому по количеству лайков и комментариев оценю востребованности либо сделаю продолжение, либо нет. Поэтому сегодня очень поверхностно, что тут есть, а в продолжении уже подробнее, если буду делать. В общем, понятно, что начинать нужно с приглашения, очень скучно проводить совещание самому с собой. Копируем ссылку, отправляем любым удобным способом. Я попробовал зайти с мобильного, встроенный браузер подвис, а вот до установленной Вивальди вполне быстро и спокойно зашел в комнату. Управление стандартное для VR. Вращение телефона вращает комнату. Раздвигая экран вы двигаетесь вперед, сдвигая назад. Вот я приближаюсь к доберу и вот я появился. Но перелетел. Опять перелетел. Сложно передвигаться в пространстве с телефона. Вообще, если это реальное совещание и вы выделываете такие кульбиты перед начальником, да еще опоздав на планерку может быть конфуз. Все зафиксировались, собрался, разобрался. Не, ну это конечно ужасно мило. Ладно, все, отложу телефон. Что тут есть, кроме мелоты? Можно добавлять объекты. Но это правда тоже относится к мелоте. Хотя вот такую котейку я думаю все-таки надо посадить где-нибудь. Что же это за совещание до бескотейки? Еще можно что-нибудь написать. Ну тоже, честно говоря, сомнительно. Разве что если есть планшет, можно использовать доску в качестве флипчарта, например. Ну предположим. Здесь есть возможность сделать селфи. Еще более сомнительно селфи с начальником. Можно написать сообщение и куда-нибудь его повесить. Но мы вешать не будем. А вот это вполне рабочий инструмент. Можно расшарить экран. Опять же, стандартное управление. Выбираете, что именно будете расшаривать. Расшариваете. И вот у нас экран тут висит. Все, соответственно, коллеги могут подойти и ознакомиться с содержимым какого-нибудь важного документа. Главное не промахнуться. А вот котейку мы немножко в воздухе подвесили. Это недостатки 3D. Всем, кто работает с 3D это знакомо. Дезориентация в пространстве. Ну и на этом в общем-то все с инструментами и с комнатой. Какие-то инструменты, которые вам не нужны, можно отключать. В данном случае расшаривание экрана. Здесь собраны все объекты, которые вы добавили в комнату. А здесь настройки. Большая часть требует регистрации, но регистрация предельно условная. Просто отправляете адрес почты, заходите в почту, подтверждаете адрес почты. О настройках я буду рассказывать, если буду делать продолжение. Есть такая книжка «Так закалялась сталь» или фильм «Коммунист». Все на пределе, чтобы жилорвались. А есть гости из будущего, где все в белом, любуются закатом и никто не работает. Ну то есть вроде работают, но это совершенно незаметно. Какое будущее выберешь ты. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok